Улица Кирова превратилась в художественную мастерскую. Вместо кисточек художники вооружились баллончиками. Вместо холстов используют арголит. Красочная работа стрит-арта продвигается со всех сторон. И каждый участник старается выразить свое отношение на тему Великой Отечественной войны в творчестве. Заявок на участие в фестивале было много. Но по итогам предварительного отбора авторов только лучших работ допустили до реализации эскизов. На День Победы в основном звезды, голуби, это как-то затертая тема. Хотелось что-то более жесткое, более открывающее лицо войны. Я решил создать такой момент сражения. Подобный фестиваль граффити в Ярославле проводится впервые. Однако примеры легального творчества уличных художников в городе уже имеются. Сегодня здесь проходят пастер-классы, сегодня здесь рисуют граффити на военно-патриотическую тематику. То есть все то, что может помочь сделать День Победы немножко ближе к молодежи, рассказать о нем. Рассказать о том, как нужно себя вести и как правильно относиться к символам нашей победы. Одним из таких символов георгиевскую ленточку можно было получить здесь же. Волонтеры рассказали и как правильно ее использовать. Организовали мастер-классы по тому, как правильно повязать, носить георгиевскую ленточку. Конкурс рисунков на крафтовой бумаге, конкурс граффити, на которых создаются огромные открытки на ДСП, посвященные победе в Великой Отечественной войне. После завершения работы над картинами, стенды с открытками будут установлены в одном из городских парков. Дина Сарахман, Олег Лушников. День события. Сарахман, Олег Лушников.